Число заболевших коронавирусом продолжает расти. В округе зарегистрировано 163 новых случаев, 10 из них в Новом Уренгое. Решением оперативного штаба практически во всех крупных больницах региона сокращено оказание плановой медицинской помощи, включая профосмотры, а также диспансеризацию взрослых и детей. Тем не менее, вакцинация по национальному календарю профилактических прививок остается неизменной. Продолжается и прививочная кампания против гриппа. Уже примерно половина новоуренгойцев обезопасились от сезонной инфекции. Тему продолжит Мария Федорчук. Первая партия вакцины от гриппа, которая поступила в округ еще в сентябре, уже использована. Сегодня Ямал получил пополнение. Пришли почти 25 тысяч доз для иммунизации детей. Только в Новую Уренгое направлено более 4 тысяч. Поставка для взрослых ожидается после 20 октября. Прививочная кампания продолжается. На 14 октября у нас привито 50% населения нашего города. Детское население у нас привито на 70%. То, что касается прививок среди взрослого населения, то вакцины в настоящий момент у нас в округе нет, но ожидается и в ближайшее время поставки. И, соответственно, как только появится вакцина у нас в городе, то также будет продолжена прививочная кампания и среди взрослого населения. Вакцинироваться от гриппа необходимо заранее до подъема уровня сезонной заболеваемости. Тогда успеет сформироваться прочный иммунитет. Взрослые могут получить бесплатную прививку в поликлиниках. Дети проходят процедуру в своих детских садах и школах. В этом году медики прививают инактивированной вакциной СОВИГРИП. Ее разработали с учетом вирусов, актуальных для нынешнего эпидсезона. Учитывая напряженную ситуацию с коронавирусом, врачи советуют горожанам обязательно привиться. В организме человека могут присутствовать одновременно вирусы гриппа и COVID-19. И как поведут себя в сочетании обе инфекции, трудно предугадать. Не стоит забывать и о профилактике. В первую очередь это ношение маски в обязательном порядке. В местах скопления людей, то есть это магазины, общественный транспорт, маска должна быть на лице обязательно. То есть она должна прикрывать и нос, и рот. Социальная дистанция. По возможности нужно этого придерживаться. То есть 2 метра от человека для того, чтобы не заразиться, если вдруг человек заразен. Значит, обработка рук дезинфицирующими растворами. Или частое мытье рук мылом, ну водой с мылом именно. То есть не просто водой оплить, а именно промывать с мылом. Значит, ну и следить в принципе за своим организмом, что если вдруг появляются какие-то первые признаки, то нужно обязательно вызывать врача на дом. Число заболевших простудными заболеваниями растет, увеличивается и нагрузка на медперсонал. В социальных сетях новорингойцы снова жалуются на работу колл-центра, рассказывая, что дозвониться туда проблематично. Этот вопрос взят на особый контроль. В ближайшее время штату комплектуют еще 10 сотрудниками. Мария Федорчук, Богдан Жиделев, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».